Всем привет! Сегодня хочу сделать вам обзор на посылочки, которые я получила с магазина Нью Чик. Это китайский магазин. Ссылочку я оставлю на магазин под видео, а также оставлю ссылочки на товары, которые я приобрела. Если вам будет интересно, можете зайти, посмотреть. Вот сайт этого магазина. И посмотрите, у них четвертый юбилей. Сейчас посмотрим, наверное, акции. Акции какие-то проходят. Нажмите в вашей коробке подарки. В общем, нужно посмотреть. Если вам интересно, заходите, посмотрите. Здесь очень много категорий товаров. Я выбирала из категории для дома и сада. В принципе, здесь очень много представлено разного товара. И есть специальные акции. Вот, видите, все. Начиная от нижнего белья и заканчивая хозяйственными товарами. В общем, все здесь представлено. Очень-очень большой выбор. Это будут не совсем вышивальные товары. В какой-то степени они рукодельные, но не для вышивки. Если вам интересно, оставайтесь и посмотрите, что же мы получили с сайта Ньючик. Так, вот такая коробка. Это выбирал Тимур. Так хорошо все упаковано. Хоть и коробка помялась, но товар не пострадал. Сейчас посмотрим, что у нас выбрал Тимур для своего рукоделия. Вот, что выбрал Тимур. Он у нас тоже рукодельник. Кто не знаком с Тимуром, это мой муж на канале Жили-были. Мы снимаем совместные влоги. Вот такие он заказал инструменты. Я думаю, девочкам будет интересно, потому что их мужья тоже, наверное, интересуются вот такими вещами. Они у вас тоже по-своему рукодельничают. Тимур, ну-ка, расскажи нам, для чего тебе это. Сейчас по телевизору рекламируют его как универсальный ключ. Раньше в советское время это называлось шпильковерт. То есть, ну, можно вместо газового ключа, можно дополнение. Допустим, можно откручивать трубы. Вот он как хватает. Зажимает. Можно взять за шляпку. Но так как это шпильковерт, то есть можно прямо за... Можно шпильку закрутить, открутить. Здесь три ключа получается. Три в двух. Размеры сейчас скажу. От 9 до 32 миллиметров. То есть, 32 труба до 32 трубы можно хватать. Так, вот получается у нас три ключа универсальных. У нас там три шпильковерта. Размер шпильки или трубы от 9 до 32. И за три ключа где-то порядка 800 рублей, что ли. Ну, плюс-минус. Там от курса доллара зависит, да? Ну, я считаю, это недорого. Раз в неделю, раз в месяц. Открутить, закрутить трубу, кран. Ну, всё что угодно. Самое то за эти деньги. Следующий пакет уже для меня. Я тоже заказала себе инструмент для рукоделия. Посмотрите, какие ножницы огромные. Там ножницы трёх размеров. Я выбрала самые большие. На самом деле, я не ожидала, что они такие. Настолько большие, я не посмотрела длину в сантиметрах. Ножницы огромные. В общем, я всё равно планирую такие же ножницы заказать, но поменьше. Эти получаются 25 сантиметров. На самом деле, мне нужны большие портняжные ножницы. Поскольку часто нужно что-то раскроить. Даже вот будем шить подушечки, которые я вышила. И нужно выкраивать ткань. Но у меня нет портняжных ножниц. У меня есть они старинные, старые-старые. И я решила заказать поновее. На самом деле, очень красивые ножницы. Даже в подарок, если кому-то приобрести портняхи, вот этот подарок, я думаю, будет прекрасный. Конечно же, я их себе оставлю, несмотря на то, что они огромные. Но попозже планирую заказать ещё такие же, но поменьше. Это был максимальный размер. Хотя под мою руку они нормально, идеально подходят. Я, конечно же, ещё попробую кроить. Мне кажется, что будет удобно. Они не очень тяжёлые, в принципе, нормальные ножницы. Но качество мне понравилось. Сейчас попробуем. В принципе, очень хорошо ножницы наточены. Ой, вы знаете, вообще очень-очень удобно. Несмотря на то, что они большие, мне очень удобно ими резать. Вот это вот выбрал Тимур. Это держатель для очков в автомобиль. Сейчас мы пойдём к Тимуру, и он нам покажет, как это всё работает, и для чего нужен этот держатель. Так, как у нас Гранта, да, самый дешёвый российский автомобиль. У нас нету очечника здесь, мы заказали. Вот такая недорогая штука пластиковая, да. Вот так вот крепятся очки, да. Козырёк работает, не мешает. Крепко, да, держится? По нашим дорогам нормально. Держится, да. Тут вот резиночка, чтобы не дужки не попортить. Вот такая ещё коробочка. И в этой коробочке у нас фонарь. Это фонарь, который заряжается от солнца. И он нам нужен для дачи. Я думала, куда его приспособить, в теплицу или на туалет. В общем, сейчас опять же пойдём к Тимуру, и он нам покажет, куда он хочет приспособить этот фонарь. Я думала, этот фонарь можно вот здесь над теплицей приспособить, но я не думаю, что мы ночью будем ходить в теплицу. Поэтому решили его приспособить на туалет. Так, вот так стекло снимается. Вот тут аккумулятор. Он подзаряжается от солнца. Ну, думаю, за день, на солнечный день подзаряжается, чтобы на всю ночь должно хватать. Диоды мало берут. Он тут выключается, включается внутри. Здесь можно на гвоздики повесить, можно... Ну, тут вариаций много. Вот мы, наверное, над входом в туалет сделаем. На... На козырёк мы его прикрепим. Да, чтобы и внутрь немножко светил. Так как диоды там вот туда направлены. Он и в туалете будет свет и над дверью. В принципе, если света мало, то можно несколько таких фонариков. Можно повесить их вдоль дорожки где-то, чтобы они освещали. Вот, ну, мы вот решили в конце огорода у нас туалет. Если будет мало, то дополнительно ещё повесим фонарик. Вообще, да, на стену, на стол куда-то их. Вот. Ну, в принципе, у нас есть небольшие фонарики, которые заряжаются от таких солнечных батареек. В принципе, они светят нормально. Я думаю, это тоже будет хорошо работать. Здесь в коробочке есть ещё крепление для фонарика. Вот такие вот шурупчики. Два шурупа. На этом я с вами прощаюсь. Большое спасибо за просмотр. Всем желаю удачи. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok